Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по существу». Сегодня 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Указанная дата уже традиционно принята органами прокуратуры республики в качестве точки отчета. О подведении итогов работы в сфере противодействия коррупции мы сегодня поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратурой республики Владиславом Оссо. Здравствуйте, Владислав Геннадьевич. Здравствуйте, Ангелина. С праздником вас профессиональным. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Давайте расскажите о своей работе и как вы оцениваете ситуацию с коррупцией в республике? Ее стало больше или меньше? Ну, статистически коррупционных преступлений и правонарушений выявлено больше, но вместе с тем, учитывая высокую латентность этих преступлений и правонарушений, я бы не делал такой вывод, что ее стало меньше или больше. Ну, наверное, здесь и мы стремимся к тому, чтобы обеспечивать эффективность принятых мер. Так, по нашим представлениям, в текущем году более 400 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, более 50 лиц привлечены к административной ответственности, в том числе три юридических лица привлечены к административной ответственности за незаконную дачу взятки в интересах этого же юридического лица. Кроме того, ряд лиц привлечены к уголовной ответственности по результатам рассмотрения уголовных дел, инициированных по нашим прокурорским проверкам. Но все-таки, Владислав Геннадьевич, вот если расценивать прошлые результаты цифры, наверняка же какую-то статистику подводили. Да, конечно. В текущем году выявлено 94 преступления о коррупционной направленности. То есть, если статистически говорить, рост более чем на 30%. Но, опять же, учитывая высокую латентность, мы не можем судить о том, что коррупция стала больше, что ее было меньше в прошлом году. Поскольку здесь это результаты работы всех правоохранительных органов при координирующей роли прокурора. Все чаще в средствах массовой информации произносится словосочетание утрата доверия. Расскажите, что это такое и чем увольнение с такой формулировкой грозит чиновнику? Да, действительно, в медиапространстве можно часто встретить эту формулировку. Ну, это вид ответственности за совершение коррупционных правонарушений, который применяется чиновникам за совершение серьезных нарушений. Ну, например, за сокрытие каких-то своих доходов имущества. То есть, нарушения при предоставлении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Также может наступать такая ответственность за сокрытие сведений об открытых счетах в иностранных банках. Кроме того, за неперенятие мер по регулированию конфликта интересов. Чем это грозит чиновникам? Лица, в отношении которых такая мера ответственности применена, вносятся в публичный реестр. По Республике Калмыкия 15 чиновников у нас находятся на сегодняшний день в таком реестре. И работодатель при принятии на работу такого лица, ну, в принципе, на государственную службу, обязан провести проверку по данному реестру. Ну, и это предупреждает как раз принятие на службу лиц, которые допускали такие вот серьезные правонарушения. То есть, получается, вероятность того, что его примут на работу сокращается на минимум? Ну, да, практически. Практически исключено. Штрафы, которые вы взимаете с коррупционеров, насколько они крупные? Ну, суммы штрафов наложенных, они достаточно внушительны. Ну, для примера скажу, что за последние 4 года по постановлениям прокуроров, Экспублики в целом, наложены штрафы на сумму более 16,5 миллионов рублей. Ну, наиболее значительные штрафы предусмотрены за такие правонарушения, как дача взятки в интересах юрлица, я вот приводил этот пример уже. Кроме этого, за неуведомление о принятии на работу бывшего государственного муниципального служащего. То есть, если, допустим, бывший чиновник приходит трудоустраиваться в частный сектор, куда-то в IT-компанию, там, в бизнес, то новый работодатель обязан по-прежнему его месту работы направить уведомление в течение 10 дней о том, что он такого служащего принял, указать круг его обязанностей, то есть, чем он будет заниматься. Сделано это для того, чтобы предупредить, опять же, конфликт интересов возможный. И, так сказать, если полномочия чиновника ранее были связаны, допустим, с какой-то разрешительной деятельностью, чтобы вот его должностные обязанности не пересекались в новом. Ну, то есть, вид такой тайны, наверное, государственной, чтобы не было разглашения. Ранее вы упоминали о выявлении коррупционных преступлений непосредственно прокурорами. Расскажите об этом подробнее. При осуществлении надзора прокурор не только фиксирует нарушения, которые я упоминал в сфере конфликта интересов, в сфере нарушения запретов, исполнения обязанностей чиновниками, но в случае, если видит признаки уголовно наказуемого деяния, может своим постановлением инициировать привлечение нерадивых чиновников либо иных лиц к уголовной ответственности. В текущем году по постановлениям прокуроров республики инициировано, возбуждено 10 уголовных дел коррупционной направленности. Ряд из них уже направлены в суд. Состоялись приговоры. Если примеры переводить, то это злоупотребление служебными полномочиями, статья 286, служебный подлог, статья 292, в частности, связано с принятием на работу эффективное так называемое трудоустройство своих близких родственников в бюджетные учреждения, в органы местного самоуправления. Вот в одном из районов республики муниципальный служащий, которая вносила заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени, якобы о том, что ее муж работал на должности в администрации, где она была трудоустроена. Вот она за это осуждена. И по представлению прокурора района уволена в связи с утратой доверия за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов. Владислав Геннадьевич, до этого вы говорили о взяточничестве. В каких размерах получают взятки коррупционеры в нашем регионе? В текущем году более чем в три раза возросло количество взяток, которые зафиксированы, задокументированы здравоохранительными органами. Размер взяток варьируется от 10 тысяч до 3 миллионов рублей. Если брать средний размер взятки, то он составляет 300 тысяч рублей, что уже относится к крупному размеру. По какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации будут квалифицированы действия должностного лица, с которым обговорена сумма взятки в 500 тысяч рублей, но передана фактически лишь 5 тысяч рублей? Человек пришел, обещал 500, а по сути вручил 5 тысяч. В любом случае, если договоренность эта фиксировалась оперативным путем, то ответственность будет за 500 тысяч, поскольку договоренность не состоялась, а передана фактически только часть взятки. Ответственность будет как будто он вручил 500, как оговаривали. Нет, почему он? Не как будто бы он вручил 500, а изначально, если, допустим, эти действия были сопряжены с вымогательством взятки. Сам факт да, вымогательство. То есть, ну, как правило, же должностное лицо требует, создаёт такие условия, при которых взяткополучатель понимает, чтобы реализовать свое право получить в аренду землю или какое-то подключение к трубопроводам, что ему необходимо дать взятку. И вот такие действия, когда должностное лицо создаёт эти условия, они квалифицируются как вымогательство. Получается, не сама сумма, не сама сумма важна, а самодействие. Да, и сумма важна, важна и сумма, и важны действия, да, то есть, чья инициатива. Ну, также есть посредничество ещё во взяточничестве, то есть, это любые действия, которые способствуют в достижении этой договорённости взяткодателю или взяткополучателю. элементарно там организация встреч каких-то, обмены контактами, ещё что-то. Даже за это получается? за это тоже очень суровая ответственность. Ну, как правило, за взяточничество реальное лишение свободы назначается судами. И предусмотрено наказание в виде штрафа кратного суммы взятки. и кратность причём 50-70, то есть, даже за 10 тысяч можно уже там миллионные штрафы получать. А если мы говорим про вот размеры взятки, как мы с вами определили средний, 300 тысяч, то это уже очень существенно, конечно. такая сумма приличная получается. В каких ситуациях наиболее часто отмечаются конфликты интересов? Ну, конфликт интересов конфликт интересов, как я уже говорил, связан в основном с трудоустройством близких родственников, когда не принимаются меры по его регулированию. ну, допустим, чтобы не пересекались должностные обязанности, чтобы не было подчинённости, чтобы родственник не принимал решения о преминировании, о предоставлении отпусков, ну, любых преференций в сравнении с другими сотрудниками этого же, допустим, подразделения. Кроме того, связано это с лицензионной деятельностью, проверочной деятельностью какой-то, то есть, чтобы не проводились проверки в отношении, допустим, хозяйствующих субъектов, где руководителем, учредителем является близкий родственник. Вот, ну, как правило, такие правонарушения фиксируются в нашей республике. Ну, и в текущем году более 50 случаев выявили прокуроры неурегулированного конфликта интересов. Ну, вот, как я уже говорил, у нас 6 лиц уволены в связи с утратой доверия, из них часть вот именно за непринятие мер по конфликту интересов. А какой штат вашего отдела? 4 человека в отделе, начальник отдела, заместитель начальника отдела и два прокурора отдела. Ну, в наш отдел есть определенные требования по назначению, то есть назначаются работники уже опытные, которые прошли службу в других подразделениях и обязательно на районном звене, как говорится, вот на земле. То есть есть требования вот по стажу, как я говорил, ну и естественно это люди наверное со стержем такие принципиальные. Моральные качества были все. Да, потому что позицию иногда приходится отстаивать, иногда приходится спорить. Вот. А ваши коллеги тоже в судах принимают участие? Да, конечно, мы по уголовным делам коррупционной направленности поддерживаем государственное обвинение ну и осуществляем надзор за расследованием. Владислав Геннадьевич, спасибо, что нашли время, пришли к вам в студию. Поздравляю еще раз вас с праздником ваших коллег, небольшой ваш отдел. Спасибо. И у вас есть возможность обратиться к коллегам и поздравить их. Уважаемые коллеги, поздравляю с Международным Днем Борьбы с Коррупцией, желаю творческих успехов, здоровья, семейного благополучия. Спасибо большое. А я на этом с вами прощаюсь, увидимся через неделю, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова